Добрый день! Синдром Ланса-Адамса был впервые описан в 1963 году как неэпилептический миоклонус, возникающий через дни или недели после гипоксического повреждения мозга. И усиливающийся при произвольных движениях пациента. Вот здесь мы видим генерализованный миоклонус в сознании у ребенка 10 месяцев. Нейроизуализация в диагностике синдрома Ланса-Адамса малоинформативна. Здесь мы видим только признаки умеренной атрофии. КТ и МРТ скорее позволяют исключить структурную патологию ЦНС. Здесь мы еще раз видим миоклонус в конечностях у того же самого пациента. Ключевой признак синдрома – сохранность сознания. ЭЭГ также не демонстрирует эпилептифорной активности. Здесь мы видим миоклонус у пациентки 2,5 лет, которая находилась в реанимации с ошибочным диагнозом эпистатус. Вот РКТ пациентки в начале заболевания. Изменения незначительные. Пациентка в сознании. ЭЭГ не соответствует диагнозу эпилептического статуса. Что мы здесь хорошо видим. На МРТ в динамике мы видим нарастание признаков неспецифической атрофии. При осмотре пациентки миоклонические подергния усиливаются, что соответствует классическому описанию. Необходима дифференциальная диагностика с процессуальными поражениями головного мозга, энцефалит, специфической энцефалопатии и нейродегенеративными заболеваниями. Лечение симптоматическое. Используются классические препараты для лечения миоклонуса. В типичных случаях синдрома прогноз относительно благоприятный. Здесь мы видим хорошее восстановление у представленной выше пациентки. Но пока что она остается на антимиоклонической терапии. Благодарю за внимание.